Мы начинаем прямую трансляцию Филиппова, Базилюк, наверное, и сам не ожидал, что окажется на вот такой позиции Конечно, обязан был расстреливать Константин ворота соперника Распечатывать уже на девятой минуте, но отметим Филиппова Момент опаснейший, мяч залетает в ворота Осипов становится автором забитого мяча Я так понимаю, что Кулишев мяч не трогал На двадцать пятой минуте происходит это радостное событие для болельщиков Шинника Евгений Осипов забивает свой первый мяч В этом сезоне капитан команды Отклеился он от защитников И как его так одного оставили уже во вратарской Есть подача, хорошая подача И ой-ой-ой, какой мяч! Что за голы сегодня залетают? Грузнов делает счет 2-0 Мамма миа, что за гол? Если так пойдет, то каждый гол Шинника Будет становиться самым красивым в туре Отметим и подачу Семенова 2-0 Ситуация для нефтехимика становится неприятной и непростой Шинник на ходу Еще одна передача Кулишев первым касанием кладет мяч на газон И дальше передача на дальний штанг Гуртар 3-0 Это нокаут Это нокаут Что происходит с нефтехимиком? Я просто не узнаю эту команду Игорь Соколов Забивает на 31-й минуте Нефтехимик Ты ли это? В действительности я смотрю этот матч и комментирую его Улишев гений Что он сделал? Он принял мяч Подработал Выполнил передачу на Соколова Который забивает в касание Отправляет мяч в дальний угол На фланге правом Денисов переводит мяч налево Сиддиков Достаточно легко Соколов на замахе обыграл И пошла передача И удар Ну что ж Вот он момент Вот он момент у Романа Денисова Филиппов мяч зафиксировал Ну и отмечаем Безлюка Который выиграл борьбу Успевает в последний момент На дворецкого мяча прокинуть Есть продолжение от Сиддикова Здорово Марат подключается по флангу И это надо забивать Ну а как? Как тогда набирать очки Если избивать вот такие моменты Покидышев отбирает мяч Без нарушения правил Соколов Дальний удар Ну мяч прямо по центру Хотя мы видим что у Бухова есть определенные проблемы Незамудинов Роста ему здесь не хватило Дворецков подача Янушковский разворачивается И бьет поворотом И мяч попадает в сетку Но с внешней стороны Семейкин до конца Работал по сопернику Но вот тоже Тоже на самом деле момент Неприятный для болельщиков Шинника Лайкен Лайкен Базилю Филиппов Константин Базилю Что еще нужно сделать Чтобы забить Да вот примерно вот такие мысли Сейчас крутятся в глазах Константина Базилюка И все друзья Это финальный свисток Майк заканчивается Удивительный результат Шинник побеждает Нефтехимик 3-0 Это финальный свисток Прямо .